Ну что, карася готовить будем? Добрый день, Ирина. Добро пожаловать в ресторан Восток, ресторан русской кухни. Я поймала карася сегодня. Вот такого. Вот такого. Вы поможете мне его приготовить? Конечно. Приготовим все в лучших русских традициях. Мы идем на кухню, правильно? Да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Юлия Виталина, наше повод. Очень приятно, меня зовут Ирина. Я так понимаю, вы мне сегодня покажете, как чертовать моего карасика. Молчу, покажу. Карасик, вон он мой карасик. Вот такой вот. Сама поймала. Прогреем масло. Столько? Да, 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 еще будем лить. Еще? Еще. Ян, дай нам чесночка, пожалуйста. Вау. Еще? Еще? Еще. Это могу. Ничего себе. Да, да, да. Еще? Чтобы понять, что масло у нас подошло, мы туда забросим зубочек чеснока. И пока мы будем заниматься нарезкой карася, у нас масло прогреется. Вытекаем нож под наклоном. Вот прям вот так вот аккуратненько. Можете? Не знаю, вряд ли. Очень замечательно. Хорошо. И долго это? До конца до самого? До конца, до конца, да. Чтобы все косточки прожарились. Угу. Сейчас мы его запанируем. Повар? Спрашивай повара. А теперь чем мы панируем? Панируем мука и манка. 50 на 50. Ну, соль, специи. Уже не переживайте. Угу. Как чесночком запахло. Скупно. Вот какой огромный. Даже больше. Вот такой улов. Вы давно работаете? Ну, скоро 30 лет. Обалдеть. Обалдеть. Ну, если честно, очень жарко. Мы только одно блюдо готовим. А когда, а туда? Да. Кстати, в этом ресторане вы можете попробовать пельмени Амур в горшочках. Чтобы они были очень вкусными, какие они здесь, они доходят вот в этой специальной штучке. Печка. Там мясо там. Стоят. Ведь смотрите, там что-то тоже готовится. Вкусное. Ну вот, да. Как вам удобно. О, вот. Оп. Оп. Легко. Сейчас мы будем еще готовить золянку по русских традициях. А что у нас там? Там у нас основная база. То есть, как говяжено-мариски и овощи. Мясо копчености, говядину, язычок. Мелко нарезан. Да. Очень, очень жарко. Придаю привет своему тренеру. Я не пропускаю тренировки. Так. Все, все, все выкладываем. Перемешиваем. Перемешиваем. Все. И ждем, когда это все захибет. Предыстория, да, солянки, как она появилась. Что простой люд на Руси как бы жил небогатый, собираясь с соседями всеми вместе, делалось, готовилось это блюдо. То есть, каждый приносил то, что он имеет в доме. И получалось очень сытное, наваристое блюдо. Так, держи. Ну и все, что прилагается. Заправка с Клитана, Слевин с Клитаном и Породинский Грян. Все, все-то готово. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Тренировка. Вообще рот. Получилось. Пожалуйста, ваша солянка сборная мясная. Приятного аппетита. Спасибо. Вау. Это все у меня злой. Что ради чего мы здесь собрали? Подарки. Вау. Ха, карасик. Ну что, пришло время пробовать то, что я тут наделала. А как его? Вау. Мм? Ммм? Ммм. Ммм. С хрустящей корочкой. По настоящим русским традициям. Теперь я научилась готовить рыбу. Завидная невеста. Блин, он такой вкусненький. Я хочу, чтобы ты тоже попробовала. Сейчас такое что-то дадут. Вкусное? Ммм. Это безумно вкусно. Это десерт. Ммм. 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 Аааааа. Ммм. 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 Потрясающе. Нужно попробовать каждому. Вот прям настоящие шишки. Ой, вкусно. Вобще вкусно. Праздник живота сегодня. Ну что, на рыбалку я сходила. Карася поймала сама. Сама приготовила. Было очень интересно поговорить с шеф-поваром этого ресторана, узнать особенности и секретики приготовления русских блюд. Если вы смотрели предыдущие наши программы, то вы видели, что мы много уже где были, и русская кухня, она отличается. Мне очень понравилось. Теперь я умею готовить настоящего карася по русским традициям. А, и солянку, еще солянку. И солянку. А еще умею вкусно кусать варенье из шишек кедровых и... Каких? Новых? Нет. Ладно, варенье из шишек давай.